Доклад называется «Новые варианты топологической сопряженности необратимых внутренних отображений». Хотел бы посвятить этот доклад моему учителю Владимиру Васильевичу Шаркову. Именно благодаря ему я занялся темой внутренних отображений. Без него моего выступления не было бы. Как топологу мне интересны топологические различные внутренние отображения и их классификации. Топологических отношений эквивалентности на множество отображений несколько. Одно из наиболее грубых – это лево-правая эквивалентность. Когда мы меняем координаты гомеоморфизма в образе и прообразе и получаем класс лево-правой эквивалентности. Более тонкая эквивалентность – это сопряженность. Когда один и тот же гомеоморфизм меняет координаты, мы пользуемся здесь тем фактом, что и образ, и прообраз совпадают между собой. И получаем классы эквивалентности относительно сопряженности. Разница между ними. Как, например, для всем известных матриц, лево-правая эквивалентность – это отношение эквивалентности, вариантом которого является ранок матриц. А вот сопряженность матриц – это более тонкая эквивалентность инвариантами, которые являются жардановые нормальные формы. То есть для сопряженности, то есть для лево-правой эквивалентности, например, все невырожденные матрицы – это то же самое, что матрица Е. А вот для более тонкой топологической сопряженности у нас возникает бесконечно много различных классов эквивалентности. При этом топологическая сопряженность сохраняет траектории. Поэтому топологическая сопряженность – это, можно сказать, то же самое, что качественная теория динамических систем. Посмотрим подробнее. Вот у нас есть точка. Отображение приводит ее в образ, далее во второй образ, далее в третий образ. Если у нас есть сопряжающий гомеоморфизм, то мы видим, что из-за коммутативности соответствующих диаграмм следует, что траектория точки Х приводится нашим сопряжающим гомеоморфизмом в траектории точки У. Таким образом, если мы хотим качественно описать поведение динамической системы, мы должны понять, какими же вариантами обладает ее класс топологической сопряженности. Динамика обладимых отображений, таких как гомеоморфизмы и дифиоморфизмы, в настоящее время развита очень хорошо. Есть результаты, как у стойно-типичного отображения, например, типичные гомеоморфизмы или типичные дифиоморфизмы, то есть, например, такие как класс дифиоморфизмов кубки Смейла, являются примером типических дифиоморфизмов. Есть описание структурно-устойчивых отображений. Например, известно, что класс структурно-устойчивых дифиоморфизмов это то же самое, что так называемые смейловские дифиоморфизмы, включающие в частности дифиоморфизмы Морсосмейла. И некоторые классы этих отображений полностью классифицированы с точностью топологической сопряженности. Наша задача сделать то же самое, что уже сделано для обратимых отображений, но для изучаемого здесь класса необратимых отображений. Однако, при переходе к необратимым отображениям у нас возникает проблема. Те инвариантное множество, которые были введены для обратимых отображений, гомеоморфизмов и дифиоморфизмов, они были адекватны для описания динамики гомеоморфизмов и дифиоморфизмов, потому что именно в их терминах можно было бы различить топологически различные классы гомеоморфизмов и дифиоморфизмов. Однако, поменяя поменительно к необратимым отображениям, этих топологических инвариантных множеств недостаточно. Как решить эту проблему? Если имеющихся инвариантных множеств недостаточно, нам нужно довести и доопределить новые инвариантные множества. Такие, чтобы уже с помощью их мы могли бы однозначно различать топологически разные отображения, и уже поменительно к этим новым инвариантным множествам мы могли бы строить соответствующую теорию, качественную теорию таких отображений. Прежде чем переходить к определению новых инвариантных множеств, подробнее остановимся на том, какой именно класс отображений будем рассматривать. Это необратимые внутренние отображения. Напомним некоторое поделение. Несвязанное пространство. Итак, у нас есть такая цепочка по увеличению несвязанности. Наследственно несвязанное пространство, вполне несвязанное пространство, нульмерное пространство, дискретное пространство. Отображение. Соответственно, у нас есть лёгкое отображение, если у каждой точки по образу является в плане не связанным множеством. Нульмерное отображение, если по образу каждой точки является нульмерным множеством. Изолированное отображение, если у каждой точки по образу изолированный, или ещё, говорю, дискретный. Ну и, конечно, кратное отображение, это если у каждой точки по образу является просто конечное число точек. Отображение F называется открытым, если образ открытого множества открыт. простой пример непрерывного, но неоткрытого отображения это кубическая парабола с двумя точками минимума и максимума на R и в этих точках наше отображение не будет открытым может возникнуть вопрос почему не квадратная парабола да, она тоже не будет открытым отображением но мы рассматриваем эндоморфизмы то есть отображение на и квадратичная парабола она, хотя и не является открытым отображением но она еще при этом не является отображением на R а вот кубическая парабола уже является новыменным примером и неоткрытого отображения и отображения на непрерывное отображение эндоморфизм отображение на назовем внутренним если это открытые и изолированные отображения. Это определение внутренних отображений по Юрию Юрьевичу Тохимчуку. Небольшая историческая справка. Внутренние отображения, естественно, возникли в комплексном анализе как класс отображений, которые топологически правоэквивалентны ломоевным отображениям. Первые они были введены Стоиловым. Он дал такое поделение, что f называется внутренним, если это открытые и нульмерные отображения. Но Стоилов тут же доказал теорему, что на поверхностях, то есть на комплексных кривых, внутренние отображения на самом деле открыты и изолированы. Теорема Стоилова. Если у нас есть внутреннее отображение f, то найдется гомеофизм h и галмоофная функция g, аналитическая, такие, что их композиция отдает внутреннее отображение. То есть, другими словами, внутреннее отображение на двумяных многообразиях это просто разветвленное накрытие. еще такой же был подход, похожий у Вайборна. Он определил класс lightopenmaps, то есть легких открытых отображений. Отображение открытое и легкое, то есть по образу каждой точки выполнения связи. Опять же, доказал теорему, что и для такого более широкого класса отображений на поверхностях, они все равно, легкие открытые отображения внутренних поверхностей, будут открытыми и дискретными. Юрий Юрьевич Тахимчук осматривал внутреннее отображение уже в высших размерностях. И он сказал, а что же считать аналогом тех внутренних отображений, которые были внутренне отображения комплексной размерности 1, действительно размерности 2. И он сказал, что вот если мы пытаемся рассматривать легкие открытые или нумерно открытые отображения, то они не являются аналогом тех внутренних отображений, которые на поверхностях. Поэтому он просто дал такое определение. Будем с самого начала постулировать, что если у нас размерность выше, чем 2, то будем называть отображение внутренним, если у нас с самого начала открыто и дискретно. Ну и почему мы рассматриваем именно внутреннее отображение? Потому что проблема с общими необратимыми отображениями в том, что там, как бы сказать, слишком плохие, слишком уникальные особенности. И, соответственно, если мы берём окрестность, то образом её уже не будет окрестность, потому что отображение не открыто. Взяли открытую окрестность, получили что-то такое, что и не открыто, и не окрестность. В примере, рассмотрим отображение x, y, переводится в x квадрат, y квадрат. Так, окрестность нуля тогда переводится в некий блинчик. П-образы точек. Была у нас точка, мы взяли её по образу, получили какое-то произвольное замкнутое множество, которое может быть очень и очень сложно. В то время как внутреннее отображение относительно очень похоже на гомеоморфизмы. И действительно, во-первых, есть класс локальных гомеоморфизмов. Которые просто локально являются гомеоморфизмами. А внутреннее отображение, это, ну не всякое многообразие даже допускает локальные гомеоморфизмы, но очень много допускают, намного больше допускают внутреннее отображение. И для внутренних отображений их особенности, они достаточно ручные, достаточно простые и не портят окрестность, то есть образом окрестность остаётся окрестность. А если мы берём поробус открытой окрестности, то если окрестность достаточно малая, то мы можем разбить этот поробус на набор связанных... Взяли связанных окрестность, и поробус тоже можно разложить, если окрестность достаточно малая, на набор малых связанных окрестностей. Класс внутренних отображений достаточно широк Он включает в себя гаммиморфизмы, дефиморфизмы Голоморфное отображение, то есть уголоморфную динамику В том числе И многие классы полиномиальных отображений И если мы сможем построить теорию внутренних отображений Качественную теорию и динамики То это нам позволит дать общий взгляд на такие разные темы Как и динамика дефиморфизма, и динамика гаммиморфизма И динамика полиномов и гломорфных отображений Получается, что у нас в итоге, если мы рассматриваем эти отображения То наша цель построить такую общую теорию Которая бы давала общий взгляд на и дефиморфизмы, и гаммиморфизмы И даже гломорфные отображения И такая теория позволит нам получать Приносить точнее результаты, которые как-то уже есть для дефиморфизма, например Переносить их на внутренние отображения Например, у нас есть дефиморфизм из Мейла А мы попытаемся поделить внутренние отображения Смейла И вот доказать, что они структурно устойчивые И по налоге попытаться сделать Это сложно, но если есть такая общая теория общих взгляд, тоже нужно И интересно, что она включает в себя и гломорфную динамику Поэтому для гломорфной динамики тоже может быть интересная сюрприз И посмотрим, чем отличаются внутренние отображения и гаммиморфизм В гаммиморфизм у нас есть точка, мы на нее действуем как отображением F Так и можем действовать назад, обратным отображением F в степени минус первая У нас получается есть положительная полутраектория и отрицательная полутраектория А когда мы рассматриваем внутренние отображения, то естественно считать аналогом траектории Вот такое множество большое Сейчас я немножко... Вот такое множество Когда мы взяли точку и взяли все ее образы и все прообразы этих образов И в этом множестве мы можем выделить тоже положительную полутраекторию Отрицательную полутраекторию И, например, еще такое интересное направление, которое просто не может быть у гаммиморфизма Это нейтральное сечение шелкой траектории Что это такое? Это мы берем точку и действуем отображениями одинаковой степени сначала F в степени N А потом возвращаемся назад F в степени минус первая Получаем такое интересное подможество, которое будем называть нейтральным сечением Так... И что у нас есть? Что для гаммиморфизма у нас есть два направления Вот... Какое-то взяли точку Взяли какое-то направление По этому направлению у нас есть предельное множество Вот, например, ручка накапливается на каком-то отрезке Значит, я вот итерация накапливается где-то в окрестно И у нас здесь получилось предельное множество в этом направлении Соответственно, у нас есть два направления Одно Омега, то есть вперед А второй Амега, то есть назад И у нас есть Омега отдельная множество И Омега отдельная множество Точки, которые самые предельные называются рекуррентными Соответственно, есть Омега рекуррентные точки и Омега рекуррентные точки Потом есть зацепление Зацепление это когда как в седре Вот, есть седло Есть входящаяся паратрессия И вот какую бы мы Окрестность малую не взяли на входящейся паратрессии И какую бы маленькую окрестность Не взяли на исходящейся паратрессии То отображение потащит И растянет эту маленькую окрестность Так, что эти две окрестности пересекутся Зацепились Точки зацепились И, соответственно, у нас возникает Как множество зацепленных точек Так и множество самозацепленных точек То есть не блуждающих Вот у нас есть дианомимонофизма Два направления И в каждом направлении возникает Омега подельное множество Омега окрестные точки Омега зацепленные точки Омега не блуждающие точки Это в одном направлении Во втором направлении возникает Альфа подельное множество Альфа окрестные точки Альфа не блуждающие точки А вот для внутренних отображений Если посмотреть на этот рисунок, то такие направления, где может быть конденсация. То есть нам, как топологам, важно, чтобы предельные точки пришли к предельным. А в каком направлении? Или это направление имеет физический смысл, то есть время. Или это какое-то другое направление, которое, может быть, и не имеет физического смысла, но оно есть. Например, вот здесь, вот это нейтральное направление, ничем не направление. И в нем тоже есть точки конденсации, то есть тоже есть предельное множество. Тоже есть неблуждающее множество. Вообще таких направлений можно выбирать, там если вот видим поделение, здесь есть два числа L и M, и можно на самом деле выбирать много направлений, бесконечно много. Но мы можем эти направления как бы разложить на два измерения. Сначала взять измерение направления, которое можно отождествовать со временем, т.е. итерации вперед и итерации назад. И у нас будет тоже там как бы поделить формально, и это можно формально поделить, омега подельные точки, омега неблуждающие точки, альфа-неблуждающие точки, и взять вот второе направление нейтральное, и там тоже можно определять различные подельные множества. Например, там есть вот такое поделение, как определять нейтральные подельные точки, как они поделяются. И получится у нас разложение этих направлений. Т.е. мы как бы, да, сложное направление мы сводим как бы к двум более простых. Например, вот есть такое определение суперблуждающих точек. Точку назовем суперблуждающей, если она альфа-блуждающая, омега-блуждающая и нейтрально-блуждающая точка. Вот это немножко такое непонятное определение. Физический смысл вот такой. Вот у нас есть широкая траектория. И мы можем, так сказать, вот действует, это обложение эхо, оно как-то действует на точке. Но оно уже действуете на окрестности. И вдруг найдется такая окрестность, что если мы берем образы этой окрестности, они не пересекутся всескорные. Прообразы этой окрестности тоже не пересекутся. Более того, если мы возьмем образы, потом прообраз, то окажется, что по образу сплодется на компоненты связности, такая, что тогда исходная окрестность выделится там компонентой связности. И не будет пересекаться одно, как бы, ну разводилась компонентой связности, то вот она, как бы, с нейтральными итерациями не пересекается. И можно поделить, формально поделить неблуждание вот в нейтральном направлении и неблуждание от супернеблуждания. Соответственно, у нас получается наборы, топологические варианты относительно соплаженности множеств. То есть, для губернографизма у нас было, получается, два множества, альфа и омегонеблуждающие точки и после неблуждающего множества как пересечения, альфа и омегонеблуждающего. Для губернографизма мы можем поделить альфа неблуждающего множества, омегонеблуждающего множества, мы можем еще поделить тоже нейтральное неблуждающее множество. Сказать, что неблуждающее множество тоже пересечения альфа и омегонеблуждающего множества. Можно сказать, что это либо альфа, либо омега, либо нейтральное неблуждающее и назвать, допустим, супернуждающие точки. Это все пространство минус влазь неблуждающие точки и так далее. То есть, у нас возникает больше аналогов множеств. То есть, вместо двух рекуррентных множеств альфа и омега нас их больше. Больше неблуждающих множеств и так далее. Но благодаря тому, что мы построили их, теперь мы можем это все поменять и к классификации. И еще надо заметить, что вторая тонкость в работе с неблуждающими отображениями, что у нас некоторое множество могут быть, ну как это называется, инвариантный, вперед инвариантный. То есть, есть множество а и f от а равно а. Но это еще не означает, что f от а равно а. Может быть так, что разница между этим множеством и на пистол. Вот здесь пример. У нас есть периодическая точка. Вот периодическая точка, вот цикл там из четырех точек. Но у каждой точки есть еще два образ дополнительный, допустим, отображение степени 2. И мы видим, что широкая траектория этой точки бесконечна, хотя точка периодическая. еще есть такая конструкция полезная в работе, которую можно применить. Это индуцированный гомеомофизм. При работе с необытными отображениями часто используется такой прием. У нас есть подстанство какое-то x и на нем задано необытимое отображение f. И мы берем обратный предел вот этого отображения. И мы получаем другое подстанство, подстанство траектории отображения f. И на нем уже будет гомеомофизм. То есть мы как бы задачу хотим себе упростить. Мы взяли необратимое отображение, использовали пространство и получили обратимое отображение. Но дело в том, что мы можем пространство сильно использовать. Это такой хороший метод. Есть ли в теории континуума какие-то очень большие континуумы и нет к ним примера, что они существуют или наоборот на какой-то пример построить. Надо смотреть на очень простые динамические системы, образованные даже, допустим, функцией натреслах. Грать их обратный пример, и мы получим очень-очень прошивое пространство топологическое, которое будет даже следовательно на какой-то сложной задаче в теории континуума. Вместо этого можно построить, т.е. у нас как бы есть система, необратимое отображение, только есть внутреннее. Мы можем понять, здесь какой-то там R, здесь мы можем получить выше гомеомофизм, а там проекция. А можно построить гомеомофизм ниже. Т.е. если у нас есть внутреннее отображение, то можно построить его разбиение на нейтральные компоненты. Вот определить таким формальным образом множество точек, на которых функция, постоянная на нейтральных сечениях, обнуляется. И вот, если взять разбиение на какие-то нейтральные компоненты, то мы получим разбиение нашего пространства на замкнутое множество, получим фактор, который будет гомеомофизмом тоже. Правда, к сожалению, это не совсем инверсальная конструкция, в отличие от того, чтобы она угродила. Потому что для многих систем такое разбиение может выводиться в точку. Никатя, а что такое? Ну, такое FI? А? FI – это что за функция? Это пересечения по области всех функций, таких, которые постоянно на вот этой множественной металлой пересечения, которые подъявлено вон. А, пересечения по всему непрерывному да, берем точку, и вот такие сечения, то есть бесконечное подножство точек. Мы смотрим, берем не все функции, только те, которые постоянно на каждом таком сечении. И берем вот точку, и смотрим, такое множество замкнутое, назовем нейтральным компонентом, как пересечение всех по области в нуля по всем функциям, которые стоят на нейтральных сечениях. Получим некоторое замкнутое множество, которое назовем нейтральные компоненты точки. И можно определить вот разбиение по странствам по этим инструментам это не то же самое, чтобы взять замыкание его? Не, могут быть такие неприятности, когда, как в центре биографа, вот есть какое-то там замкнутые множество, но к нему лепятся другие точки. И, как пример, у меня времени, наверное, у меня нет уже, то есть примеры каких инструментов. И вот у меня книжка есть, вот эта первая часть, в ней как раз описаны такие общие инвариантные множества, доказаны их базовые свойства, построят это разбиение и некоторые другие вещи, а также все результаты были поменены для окружности, чтобы получить еще одно, как бы сказать, кодирование внутренних предображений окружностей, которое не использует теорию Мерна-Терстона, этих мидин, там, инвалидов. Вместо них можно использовать теорию, которые построены в этой книге, тоже получить, мне кажется, более простое, более естественное кодирование для внутренних предображений окружностей. А вот дальше хотелось бы поменить эту теорию, именно для чего оно и создавалось, для поверхности. То есть есть внутренние предображения поверхностей. В частности, вот многие классы полиномов, не только голубовные, но и вот даже неволубовные полиномы, если у них там нету какой-то сильной особенности, то они внутренние. И вот хотелось бы как-то пытаться понять, какие там топологические варианты. Вот эта задача, которой сейчас мы занимаемся, и хочется хотя бы получить, например, классификацию друждающих цилиндров. То есть, например, есть цилиндр, и все точки его друждающие. На нем задано, допустим, накрытие степени, например, два. Все точки друждающие, то есть в каждой точке есть окрестность такая, что эта окрестность не пересекается с образами и прообразами. Возникает вопрос. Сколько таких классов эквивалентности? Ну, известно, что их бесконечно много, но неизвестно, насколько дикая эта задача. Может быть, там и какие-то семейства удастся построить, которые показывают, что, на самом деле, там дико много таких классов, там, как бы, одекодируется произвольно каким-то замкнутым поножеством нечего-нечего, поэтому там, может быть, действительно, даже такая задача для аромиоморфизма не имеет смысла. Надо выделять, даже для облуждающего цилиндра, выделять какие-то более пустые классы с дополнительными ограничениями. И, естественно, хочется понять, как устроены какие-то полимерные обложения. Вот это то, чем хочется заниматься сейчас. Ну и, в частности, для глумавной динамики тоже может быть положение. То есть, самое пустое положение – это, если мы ничего не пытаемся нового доказывать, а просто смотрим на какую-то теорему из глумавной динамики, то, если в ней формулируются какие-то вещи, которые мы знаем, что они топологические варианты, то мы можем сказать, что эта теорема верна не только для глумавных отображений, но и для целого класса каких-то внутренних отображений. И вот пример, например, дальше, такая, вроде бы глумавная динамика изучена очень хорошо, но, может быть, я всегда полезен. Вот отображение Z квадрат плюс один, да, мы видим вот здесь такие линии, ой, да, линии – это известное ослоение в глумавной динамике, оно называется, ну, оно может иметь особые точки, вот здесь особая точка, это ослоение на этой потенциальной линии функции Грина множества Жуля. Оно также может использоваться для, часто используется для вычисления множества Жуля, потому что грини торрозно к ним исходится. Так вот, оказывается, это ослоение, оно не просто глумавный вариант, это топологический вариант. Оно выходит из теоремы Бюртера, которая говорит, что в окрестности суперпитягивающей точки у нас есть координаты функции Z-степени n. А если мы посмотрим на функцию Z-степени n, то, вот, пример, я рассказывал какие-то там истатные все поделения, вот самый такой, наверное, тривиальный – это Z-квадрат, поэтому, ну, более тривиальный, я думаю. Давайте посмотрим на нейтральное сечение точки. Я, например, возьму точку 1, 2, 0 и буду считать ее нейтральное сечение. По формуле оно считается так. Вот мы берем f-степени n, потом берем f-степени минус n. И так вот потихонечку повышаем. Когда n на 0, это сама точка, когда n на 1, мы, радиус у нас будет 1 четвертая квадрат, а потом берем 2 пол-области, и пол-облаза будет 2, потому что это положение степени 2. Первый пол-облаз, мы вернулись назад в эту точку, а второй у нас появилась точка на противоположном ключе. Виделось 1, 2 и 2. Даем f, ну, следующую террасу, z в четвертой. Это будет здесь одна восьмая, потом возвращаемся, и мы получим 4 пол-облаза. Два уже известные, а вот еще два. И так далее. Если считать все эти пол-облазы, бесконечное число их, нейтральное сечение, то мы увидим, что это нейтральное сечение, оно оказывается плотно заполняет окружность. Окружность радиус r. И следовательно, вот эта окружность, она определена топологически, как замыкание нейтрального сечения своих точек. Это топологический вариант. В топологической сопряженности он сохраняется. А Терема Пехтар говорит, что в полезности сопроглуждающих точек у нас есть координаты, которые грунтовно переносятся из Z степени. Следовательно, это же слоение возникает и в бассейнах протяжения любой суперпритягивающей точки. И выходит, что если мы возьмем отображение с отоплодов плюс один, и будем смотреть любые отображения, которые мутопологически сопряжены, то у них у всех будет вот это слоение. То есть это слоение это такой как бы топологический протеет отображения с отоплодов плюс один. Даже можно поделить, например, если у нас есть такое дополнение, можно поделить, например, экзотика энтеропия в таком нейтральном направлении. У нас есть энтеропия в обычном времени, это действие... Сколько минут осталось еще? Две минуты. А, тогда не буду поделять. И, например, скажу, как выглядит кандидат для смейловских внутренних отображений. Вот, к сожалению, это тоже хотелось бы доказать следующую теорему, что если у нас есть внутреннее отображение, у которого неблуждающее множество гиперболическое, у которого блуждающее множество супер-блуждающее, у которого точки вертвления являются регулярно блуждающими и супер-блуждающими, то это будет структурно устойчивое отображение. То есть если мы возьмем близкое к нему внутреннее, то найдется мемофизм, который его с ним сопряжет. Это гипотеза? Гипотеза, конечно, гипотеза. Хотелось бы такое доказать. Но я говорю, что такая гипотеза формулируется в терминах вот тех, как бы, и вариантов, которые построены. Поэтому такой смысл, что они позволяют ставить те же проблемы, которые ставятся для гомемофизма и дефемофизма, и пытаться их решать уже для внутренних отображений. А структурная устойчивость в классе внутренних отображений? Ну да. Но, честно говоря, если у нас есть отображение, сопряженное внутренним, то оно будет открытым, поэтому оно, по-видимому, и будет тоже внутренним. Ну там же гомемофизмы, внутреннее и два гомемофизма композиции дают открытые. И по-видимому тоже. То есть это будет внутреннее по-видимому, сопряженность. То есть сопряженность не выводит нас из класса внутренних отображений. Спасибо за внимание. И хотел бы еще раз вспомнить моего учителя Владимира Васильевича потому что только по-другому колоссу я и смог кто-то здесь получит. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы докладываются. Замечательно. Книжка. Когда ты мой дом берешься? Пишется, вот есть люди, которые помогают в этой работе, есть певный, что новое на 180 стр. Но, на жаль, он не в том виде, чтобы публиковать. Надеюсь, что будет репутаться. У нас, в принципе, сначала статья, и не элипулация. Другая статья. Но вы знаете, тут похоже, что на пакет. У меня что-то мозг так плачет, что когда я написал пешку книгу, я випустил подряд, там, багато статей. А потом за тою мазив. Пока я не пошел, я вижу, что у меня, ну, не пидеология. Надо написать. Еще вопросы. Давайте еще раз подяну. Продолжение следует. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ